Субтитры делал DimaTorzok 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 и обратиться к областной администрации с конкретными изменениями. Но при этом следует также что необходимо поддерживать законы Украины по свободе совести и действующего статута, который уже зарегистрировано. Потому что если процедура внесения изменения будет порушена, тогда тоже возникают какие-то вопросы. Если кто-то, если бы, допустим, захотел бы вас провести сбор, вы бы сказали, что у меня есть статут, и давайте будем поддерживать этого статута. В таком вопросе я вижу вивешение подобных вопросов. Когда есть одностайные селы, это очень легко. Когда село и религийные громады есть одностайными и они вертаются, это легко решается. Когда есть две разные группы, это значительно сложнее вопрос, потому что я тоже перед этим консультировал с Министерством культуры, звонил до нашего департамента в отношениях национальности и религии. Я думаю, что, в принципе, эти процессы, они происходят. Мы живем сейчас в час, когда другая сторона может подать в суд. И в таком случае мы можем мать какие-то правовые моменты, потому что область, администрация и ее решение тоже можно оскаржить судей и даже скасовать в суде. Чи решение про регистрацию, чи решение про отмогу в регистрации. Чи могут быть подделены жители села, прихожане, на прихожане, которые имеют право участие в зборах парафиальных и на прихожане, которые ходят редче до церкви, и таким чином они не должны даже знать про час проведения парафиальных зборей. Православие, в этих вопросах они настолько визначены. Тобто, зрозумите и чётко отмежевать, кто есть прихожанин церкви, кто не есть прихожанин церкви. Дуже важно. И это создает на Украине как раз и основную проблему с вопросами среди православия. Почему? Потому что збори проводятся. И однаковый голос мает и та людина, которая будала церкви, и та людина, которая может там фактически ее не видеть. Тому это вопрос в законодательстве не регулируется. Законодательство не визначает. Это, скорее всего, визначается статутными документами и, власне кажучи, тими традициями, которые есть православие. Тому я не могу дать вам однозначные ответы. Можно лишь сказать, что, в принципе, первое, село и сельская громада – это одна, религиейная громада – это дещо другая. Я не могу дать вам на самом деле. Я не могу дать вам на самом деле, что в этот момент, когда в Украине неспокойно, когда Украина делает все, что может, чтобы стать независимой Украинской государством, в коридном, на заходе Украине, в церкви волнулись больше и больше российских сев. Это привлекло непорозумение у людей, почему у нашей коридном церкви, где жодна людина не говорит на русском языке, так много русских сев. Нам объяснили, что это старая церковнословянская мова, но мы ходим и другими церквами, которые наложат до РПЦ, и мы видим, что там немало не столько засильных русских слов, например, на именовании имен, других вещей, использование буквы Г и Г, это вызвало насамперед струбованность. Потом громада узнала, что на строительство церкви села Курятного, которая была побудована много лет назад, когда не было ни Радянского Союза, ни чого другого, оформлено право властности, и оформлено на Украинскую православную церковь, парафию, которая действует на сегодняшний день в нашем селе. 20 лет мы обходили без оформления права власти, и я думаю, что это был разумный крок, потому что это отримал Я понимаю, что я не должен был, возможно, знать, хотя, на мою думку, лучше, чтобы знала вся громада. Вот так можно сказать, Дмитрий, ты не ходишь до церкви, сядь там в куточку и сиди, но послушай, что говорить на парафиальных зборах. Но не знали цего даже те люди, которые сегодня, неделю ходят до церкви. То есть парафиальные зборы были проведены для выбраниых людей. Это тоже очень стурбовало громаду. Были пригласены до Будинку культуры все желающие, кто хотел висловить свою думку с вопросами, которые сложились в селе. Пришло 215 человек. И это собрание, ну, это не полное представительство села, но они приняли решение. И это решение, которое они приняли, мы пытались выполнять. Решение было наступное. Решение было про то, чтобы просить церковную раду, настоятеля церкви, чтобы они провели парафиальные зборы за участок всех жителей, в села, всех прихожан, и на которых можно было бы обговорить вопрос, что думает громада на рамках того, что может быть церковь украинская православная киевского патриархата, или что может быть украинская православная киевского патриархата, которая принялся к российской церкви. Группа, прихожане, которые поддерживают эту ситуацию, решили отойти, отложить это вопрос. Я думаю, что из только что сказанного жителя села Коритне можно много чего взять и за внимание. Я думаю, что это станет ситуацией, когда можно вырезать. Сейчас у нас находится представитель отдела религийных организаций, что касается реестрации. Прошу, как представитель, давайте, пожалуйста, всему общественному, как и в ту зале, почему деякие граждане, из которых позиции, на что ссылаются, на что подтверждают, згідно Министерству юстиции и чинного законодательства, что называют, особенно как меня, граждане Украины, морально ущерблюют те, что называют Российскую православную церковь, или Московскую патриархату. Будьте, пожалуйста, згідно чинного законодательства и уставу Украинской православной церкви, дайте ответ. Чи є таке право ставить ярлыки кому-то, згідно Росийской православной церкви, чи Московский патриархат, будь ласка, згідно Министерства юстиции, как регистрируется? Украинская православная церковь, это нема нигде такого, что означает Московский патриархат. Я с вами погожу, статут религийных организаций, он завестил, что Украинская православная церковь, но уже люди, традиция в Украине. Хочу сказать, что на жаль, засоби массовой информации и деяких чиновников любят делать представку МП. Згідно чинного законодательства, каждый гражданин Украины, який мает право на свободовое распространение, может обратиться к суду, и когда ей наставляют эту реплику, он может за свои моральные права, быть покаранный. И каждый знает размер штрафа, который накладается судом в разе таких моментов. Хочу до всех донести этого собрания, представителей, тем больше жителей села Коритного, что, мною особистою, как священником, в моем жизни, где-то уже более 20 пора, и когда такое происходит, когда наставляют ярлыки, решается вопрос очень просто. Ви есть инициативная группа, которая перерастает в религийную организацию, регистрируетесь с ГНК Украины и проводите, как юридичная особа, свою деятельность на территории села Коритного. Я думаю, что все, значит, голова будет не против, и депутаты СССР так же. Ви имеете право обратиться за выделением земли для строительства храма, и я думаю, что между группами будет так же сделано про то, что допомога, или еще что-то подобное. Хочу сказать и еще раз запевнить, для всей Украины чутко грамотно, что предстоятель Украинской православной церкви киевской и всей Украины. И, будь ласка, представители других конфессий, прошу не вживайте слово МП Російськая православная церковь. Кто хочет кто-то вживать, будь ласка, идьте до агрессора, до Москвы и вживайте это слово до Уподобай. А там твои миссии. Еще что? Я считаю, что сделать заявку достаточно серьезно, но я так считаю, приходя к нашей церкви, я так считаю, что все-таки наша церковь относится к Московскому Патриархату, потому что наш священник почетует господина Кирилла, это первое. По-другому, в наших селях, в Украине, службы проводятся на Молдавской море. Дорогене на Молдавской море. Прочу вас запевнено. Нехай будет. Дякую. Перепрошу. Викторий снице, это занимает, как суммите, потому что из вас, напевно, никто не побывал в институте филологии. Когда занимается определенный период, это каждое слово визначено. Потому что я занимаюсь так же. Порекладом я могу вам много чего рассказать. Я могу вам сказать, что церковь на Слодянской море. Вы представлены прессы. Это старая болгарская мова. Да. Вы представлены прессы. Я с вами божаня не маю. Вы представлены прессы. Это все, что я не думаю. Промашки. Значит, по-перше, это непорозумение, это уже ведет циви дамы. Потому что, как тут мы замечали, сказали, что, значит, с улицы поминаются патриархом, московским и тому подобное. Кроме того, насколько мне известно, насколько я знаю, что это не приводит. которые не были хрешены, значит, там, в ритм, их не причащают. Тих людей, которые, что-то, троехи, тоже не причащают. Тих людей, которые хотят повинчаться, нужно им перехрестить. Тих людей, которые хотят повинчаться, значит, дальше какие-то такие забороны. Дуже много. Они до меня обратились, до меня приходили, в баню, потому что это близко, соловец она. Приходили, чтобы перехрестить человек, которая, значит, не знает, где она хрестилась, или не хрестилась. И та человек, уже, они не захотели перехрестироваться, потому что уже она была хрещена. А знаем, что у Православной Церкви это единственное хрещение, и мы исповедуем, это единственное хрещение. Вот и они пошли в баню, повинчались. И с того оно началось. И не только с того, но, взагалі, много маленьких дядьточков переносили до Церкви, насколько мне это знало, не хотят причастить. Мы договорились, говорили, что мы не перебивали. Можно по всему дать вопрос. А я теперь хочу рассказать. Багато там есть такого, что говорят, не поминают. Поминают Московскую Патре Хабру. Поминают, и не только поминают, а еще и на Сходе, мы знаем, что из монастыров там засели вот эти воины, значит, эти воины, сходники, они стреляют наших солдат. Монастыры отдали церкви, отдали свои домики, для того, чтобы там сохранить оружие, для того, чтобы там склады были. и они увидели, эта громада, значит, какая есть инициативная громада, пока что, коридная. Они увидели эту несправедливость, значит, и поэтому они захотели, чтобы громада, как и другие, есть громады. Теперь не только эта громада, монастыря, что и Милю, это самое сработало, монастыря, что и Кибаки, сейчас мы с вами сработали, многое есть, теперь были сборы в Бережнице, насколько мне не было, как-то там и не было, но там и больше, на этих сборах решили про перехват в Украинскую Православную Церковь Киевскую Патриархату. Есть в Бережонке, отец Иоанн, мы знаем, что Бережонка хочет прийти в Украинскую Православную Церковь Киевскую Патриархату. Есть, людей есть, а если есть, если есть 50-50, то это нужно решить, потому что людям, что теперь людям делать? Людей не хотят причащать, люди не хотят споведовать, люди не хотят хрестить, люди не хотят до Церкви допускать и тому подобное. И хоронить. И хоронить в течение времени. Что им делать теперь? Скажите. Девчонник Иван Гаренко, представитель Кутицерва. Это Иоанн. А теперь отвечайте на запитание. Что делать этим людям милевым, где забрали церковь? А тут не хочу. Ваш киевский патент. Что им? А вы распространяете неправдивые свидетельства? Какие неправдивые? Чекайте, мы давайте стараемся. Перешла громада на Кристо патрехатку. Идете в порядок, там никто не ходит. Там до церкви все милевые запахло. А коротняци должны идти наймать автобус, чтобы пересвидеться. Действительно, когда пришли, они увидели, что полная церковь людей, полная церковь, хорошо ссуриется украинской мовой. Проповедуется тому подобное. В Милееве никто не лезет по-черково служить. В Кибаках так же. Мы будем церковь с Божьей помощи, храмы пожелать. Хочете, то большинство, не большинство, какая рада? Лишь беда, что около этих храмов большинство ничего пальцем палец не ударило. Ладно, меньше стих. Значит, хотите, мы не имеем ничего против. Так же, берите землю, Микола Викторович, сельская рада вам выделяет. Будуйте. Будуйте. Не лезьте. Будуйте. Не лезьте. И не будет никакого конфликта. Вы себе ходите молиться по-украински, как хотите. Помните, кого хотите. Вот вы у Лужана сходите, так? У вас какие проблемы есть с отцом Василием? Чего нет? Вы же служите в себе, сбудовали еще одну. Ктось к кому смешал? Отец Василий лез до вас? Никого не лез. Так что, вихід, если вы хотите миру, действительно, вы хотите миру, вы знаете, что, чекайте, я докажу. Можно я докажу? Если бы наша громада в Милееве захотела, мы подаем суд, у нас есть все уставные документы. И то, что вы их забрали, мы можем их восстановить. Только так, как сказал чоловьев, генди, ваш юрист, за два дни восстановлюем все документы. Подаем суд, и мы суд выграем, фактически. Потому что это, опять же, по документам, не по-християнски. Мы собі лучше, мы пішли и собі будем молиться так, как мы хотим. Питание села Коритма, как такое, воно требует осередить увагу только на том, чтобы не загубилась та думка, которая должна вынестися из этого зала, из этого круглого стола. Это, первое, что, если влада может допомогать провести священнику на парафии, который сегодня служит, чи сможет влада допомогти священнику згідно статуту УПЦ провести парафіляльний сбор. Это не питание. Если сможете, то поможи священнику, потому что громада, я так понимаю, какая-то часть потребует этих сбор. В этом немає ничего поганого, когда священник, который сегодня служит там в храме, проведет сборы. А для того, чтобы оно было правильно, я свою практику маю. Если я провожу сборы два раза на лік в парафии, то, как ведется будильництво, мне нужно часто спілкуваться с людьми, я думаю, два раза на лік. Для этого я делаю что? Я за три недели поведомляю каждую неделю, вы понимаете, что сегодня один есть, который нема, и так бывает, течет таких путей, то я три пришел. Это ситуация, когда священник, который понимает, что так или иначе эти сборы должны быть, их не можно упомянуть, нужно просто священнику помочь, чтобы оно было все аккуратно, тихо, по-божому, и все в межах закону. Так, это иначе. Когда эти сборы проведутся, тогда можно говорить больше, это по коридному. Но проблема коридного это не проблема та, которая на сегодня есть по всей Украине, в Коридному, в Виженском районе, в Кисминскому и всей области, и всей Украине. Проблема в том, что с дорогими святыми отцами мы можем спілкуваться и с вами дискуссировать по каждому, зокрема, питанию, которое сегодня отец поднял, забыл, как звать отец, переброшу. Дуже долго, и не один круглый стилк и по мове, и по цели. Бо вы понимаете про то, что те, как вы зареєструвалися, те, как мы зареєструвалися, или вы, или иначе, регистрация державна, вона далеко не не отображает у всего такого статусу, такого організма, как церква. Саме оформление юридичною в державе, воно далеко ничего еще не означает. И вы все добре понимаете. Можно зареєструваться по-разному, а внутрішня строительство строительства організма может быть далеко совсем инш. Поэтому в данном случае и про церква как организм, и про мову как таку, и про все другие проблемы, это вопрос, которые можно выносить на круглый стилк и его жвабо обговорить. Я до чего веду? Вы понимаете про то, что я думаю, что обоцин и представители церкви понимают, что в Украине происходят какие-то процессы. Интон не нам и роман. Мы понимаем, что Майдан нехтон не плановал. Мы не одноразово наголошу при том, что мы молимся за государство. Меня цікавит, за какую государство сегодня молятся эти священники вашей коллеги из вашей церкви, которые живут в Украине. Ваши коллеги Это вопрос. Это вопрос. Вы просто... Его ответственность. Владыка Лазарь, метрополит Клинский. Симферопольский Клинский, гостиным членом священного синода Украинского православного церна. И молятся мне за Украину. Дядь Роман, мы будем эти реплики переносить одни на одни. Правильно. Это неправильно спросить чтобы он принимал участие. Он будет предоставить закон. Он будет предоставить права. Влада отвергана от всего. Он будет просто... Я предупрошу. Він на святку сейчас. Проблемы, которые сегодня через эту ситуацию в отравленной кладке в Украине, мы понимаем, что он потребует певный диалог. Он не может это затягнуть. Я не знаю. Я не знаю. Знаете, что я вам доверю? Есть чинное законодавство. Читко я вам хочу сказать. Давайте решим вопрос по корректному законодавству. Если громада, например, Святом Миколаевском, то мы сможем почувствовать их думать. Нет. Вы же не можете с кем проводить. Я так и думаю. Вы же не можете с кем проводить. Уже деньги проводить. Скажите мне, пожалуйста. Питание. 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 Это проведение сборов. И не больше. Питание. 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 не маю права проводить ни сборьев, ни сессий, ни референдумов, ни опитываний. Другий вариант, что до пропозиции, чтобы сельский голова допомогла, чисто по-людски, я говорю свою думку, я согласен, но если на круглом столе дали сгоду две стороны или три, чтобы я не мил порушения и чтобы меня не преследовали силовую структуру. Тобто, если мы на круглом столе узгоджуем, что одна сторона и другая сторона даёт сгоду, чтобы сельский голова, и какая моя роль, я не знаю, потому что мы только что вивчили, кто такой парафеян, кто такой прихожан, яка кількість людей, кто мае право участь приймати в сборах, кто ведет протокол, кто секретар. Там ціла процедура, вона очень большая. Я бы ее, згідно, был выполнен с юристами, с двух сторон, разом, но при узгоджении. Я не могу однобоко поддерживать одну сторону, как сельский голова, чтобы провести сбори, и быть присутствием, и это проводить. Нужно вибудить церковь, но никто не сказал, а кем она та церковь была побудована? Чем твой храм божий был побудован? Чи за Москву? Вона была за Австрійською империей побудована, как с их стороны, их ращури, так и с нашими детьми, наши дяди и прадеда им побудовали. И теперь что, вам нужно, вы соби побудете, а мы будем так, робить так, как мы хотим. Я не говорю, я хочу, чтобы вы дали ответ, что делать громаде, которая имеет 50% населення, которая поддерживает киевский патриархат. Потому что Господь никогда не хочет зло, Господь хочет обратно. Давайте выберем правильную стежку, разумно, и разделим это правильным. Я думаю, что это должно быть сгода у властника путевли. Я тоже не имею документов на право властника, поэтому хотим быть вечно. Но на сегодняшний день, все же таки, еще раз, хочу звонить вам, и тут свята, давайте будем все же таки шукать про понимание. Субтитры подогнал «Симон»!